МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан. В студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Спасаем экологию. Сотрудники регионального МЧС провели на территории Аварского Кайсу акцию «Чистый берег». Развлекательное шоу и викторины. Муфти Дагестана с супругой организовали праздничный мавли для воспитанников школы-интерната. Бахачкалинская «Динамо» вышла в лидеры первой лиги. Об очередной победе дагестанских футболистов расскажем в выпуске. А пока об этих и других событиях более подробно. Компенсации быть жителям Буйнакска и Буйнакского района в качестве материальной помощи из резервного фонда правительства направят 168 миллионов рублей. Об этом на совещании главе Дагестана Сергей Меликов удоложил первый вице-премьер Руслан Алиев. Напомню, что 17 июня в городе и районе из-за сильных осадков пострадало имущество местных жителей. Град выпал размером с теннисный мяч, и город затопило обильным дождем. От непогоды были повреждены многоэтажные и частные дома, объекты образования, административные здания и автомобили. Материальную помощь получат более 2,5 тысяч семей. Сергей Меликов поручил оказать помощь пострадавшим от пожара в Цунтинском районе. Глава региона попросил полную справку о сложившейся ситуации в составе пострадавших семей, статусе домовладений и имеющихся документах. Меликов поручил сделать это оперативно в ближайшие дни. Напомним, 30 сентября в селе Хутрах пламя уничтожило полностью 4 дома. Один пострадал частично. В них проживали 7 семей, в том числе 11 детей. Сейчас они размещены у родственников. Как сообщает администрация, один местный житель погиб во время пожара, предположительно от инфаркта. Более 517 тонн зараженной растеневоческой продукции было обнаружено управлением Росельхознадзора за прошедший месяц. Заключение дагестанского филиала ФГБУ в НИИКР подтвердило факт выявления множества карантинных вредителей, в их числе западный цветочный трип с восточной и персиковой плодожорки. В целях защиты 52 тонны продукции отправлено на беззараживание и более 465 тонн возвращено в страну импортеров. Владельцы грузов, совершавших перевозку зараженной продукции, привлечены к административной ответственности. Сотрудники МЧС провели в Дагестане акцию «Чистый берег». Спасатели и пожарные вывезли с территории Аварского Кайсу пять камазов с мусором. Более подробно у нашего корреспондента Салии Магомедовой. Аварское Кайсу у подножья села Гимры. Это место могло быть еще живописнее, если бы не мусор на поверхности воды и на берегу. Много разбросанного пластика и древесины. Сотрудники главного управления МЧС России по республике Дагестан и МЧС Дагестана спасают здесь не человека, а экологию. На руках перчатки, рядом большой мусорный пакет. Спасение экологии сейчас лежит на хрупких с виду плечах сотрудницы МЧС. Анастасия Доитова села на катер, взяла в руки сачок, чтобы очистить поверхность воды от мусора. В принципе, здесь видели, какая замечательная природа. И мне хотелось бы, конечно, видеть такой мусор на реке. Это пластиковые бутылки. Самое главное – емкости от разных химикатов. И рыба гибнет, и наша экология пользуется. Это неприятно. Около 150 человек из числа руководства пожарных и спасателей приняло участие в акции «Чистый берег». Она приурочена ко Дню гражданской обороны России. Дата отмечается в нашей стране ежегодно 4 октября. Чтобы показать хороший пример подрастающему поколению, Инна Бугаева взяла с собой на акцию сыновей. Я очень довольна тем, что именно участвую в ней. Я и мои детки, которые вместе со мной прибыли сюда, мы все вместе внесли маленький вклад в это. Расскажите, что вы делали? Ребята, что вы делали? Какую работу вы провели? Мы собирали мусор, помогали, обращали берег и все остальное. Также мы катались на лодке, было очень весело. Причина загрязнения реки в человеческом факторе. Жители высокогорных сел бросают в овраг мусор, который во время дождей попадает сюда. Всего за несколько часов работа выполнена. Колоссальная. Всемирный день гражданской обороны. И решили к этому меню привлечь сегодняшнее мероприятие, чтобы не только мы на ЧАЭС, пришествии выезжаем, лично ставим. И можно так организовать такое мероприятие. Провести уборку чистого нашего берега, самую речку нашу. Но работа, большая работа. Сегодня ребята с утра провели. Вот сейчас мне доложили, вроде бы уже пятая машина, уже мусор выеземый. Ну и, конечно же, благородный труд спасателей и пожарных должен быть вознагражден. Для них на территории развернули палаточный город и полевую кухню. Суп чабанский, плов и шашлыки из баранины. За то, чтобы силы участников не покидали, отвечает Рамазан Гаджиев и его команда. Обычно у нас традиционное блюдо, гречка бывает, гречка с тушенкой. На всех полевых АМБ выездах. Сегодня особый день. Решили сделать плов, национальное блюдо. И соус, мясо, картошка, тоже полевую. Будет все вкусно. Делаем суп чабанский. Когда будут готовы шашлыки? Скоро. Из какого мяса? Баранина. Акцию «Чистый берег» МЧС проводит в Дагестане ежегодно. На счету сотрудников чрезвычайного ведомства и многочисленные субботники. Спасатели и пожарные призывают дагестанцев не загрязнять природу, а беречь ее. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Унсукульский район. Муфтии Дагестана шейха Ахмада Фанди вместе с супругой Айной Гамзатовой организовали праздничный мавли для воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развлекательные шоу, викторины, выступления известных дагестанских артистов. Гости организовали для детишек настоящий праздник. Также мероприятие посетили депутат Народного собрания Хаджи Мурат Малаев и руководители образовательных учреждений Махачкалы. Дети подарили муфтию Дагестана портрет, который они нарисовали сами. Я знаю, что Сергей Алимович у нас смотрит новости и читает телеграм-канал. Поэтому я очень хотела выступить в руководстве республики. У нас очень человечная глава. И я знаю, что он очень много внимания уделяет таким местам. И как бы сегодня, это священный месяц, я бы хотела, чтобы он поддержал нашу просьбу в том, чтобы особое внимание уделить этому интернату, директору, поддержать директора этой школы, поддержать детей этой школы. И все возможные помощи, которые он как глава республики может оказать, чтобы Сергей Алимович оказал. Я думаю, об этом нам не откажут. По завершении мероприятия директор школы-интерната Малик Гаджиев провел для почетных гостей экскурсию. Показал условия, в которых живут и учатся воспитанники интерната. Более двух миллионов рублей. Именно такой призовой фонд распределили победителем образовательного конкурса по книге «Благонравие праведников». Он проходил среди жителей и выходцев Чародинского района. Торжественное подведение итогов прошло в селе Цулда. Среди главных призов – автомобиль. Подробнее в сюжете моих коллег. Самый крупный районный конкурс по книге «Благонравие праведников» организовали выходцы из Чародинского района. Они собрали более полутора тысяч участников, земляков, которые проживают не только в Дагестане, но и по всей России. Это начиная Москва, Питер, Качубей, Тарумовка, все города и все села нашего района, где проживают выходцы нашего Чародинского района. Основной целью у нас была – Хадис Прокосов согласит, что большинство людей в рай войдут благодаря благопоязненности и благому нраву. Как раз так мы хотели привить наших людей в выходцах именно этот благой нрав. Последствием чего, чтобы наши люди стали доброжелательными и заслужили довольство священного и попали в рай. Конкурс проходил в три этапа. Задания были как тестовые, так и письменные. Итоги подвели в горах в селе Цулда на родине известного историка времена имама Шамиля Мухаммада Тахира Аль-Карахи. В рамках мероприятия был организован маджлис Алимов республиканского масштаба. Проведение таких мероприятий сближает многих. Наверное, здесь присутствуют те люди, которые десятками лет друг друга не видели. Родственники, друзья, односельчане. Но, наверное, баракад сегодняшнего дня заключается как раз таки в том, что сегодня объединили этих людей. Хотелось бы, пользуясь случаем от души, поблагодарить организаторов этого соревнования, жителей селения Цулда, Оргкомитет, Муфтиат Республики Дагестан, который поддерживает все такие мероприятия, которые проводятся не только в Ародинском районе, а во всех населенных пунктах. Территорию в центре села украсили красочным оформлением. В маджлисе приняли участие более двух тысяч человек. Для всех также был организован горячий обед и чай со сладостями. Местные жители, женщины селения Цулда, они готовились почти что месяц, можно сказать, что огромные баракала, джаматы, селения Цулда, что они очень хорошо подготовились, все было очень хорошо. И пять тысяч пакетов подготовили сегодня. Также волонтеры тоже, маршалла, очень хорошо работали сегодня. У нас бывает такая радость, мы всегда готовы, чтобы у нас всегда было такое мероприятие, чтобы у нас было столько гостей, мы всегда рады, мы всегда готовы, так встречать. Сейчас уже немножко изменили наше родство селение. Это давно у нас по советским этим прошли. Поэтому мы так рады, что это такие маджлисы у нас получаются. Мероприятию придали зрелище конные скачки в честь муфтия Дагестана шейха Ахмада Афандия. Всего состоялось два заезда по горным тропам. За первое место соревновались 16 лошадей. Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса по книге «Благонравие праведников». Им оказался уроженец села Талух Магомед Магомедов. Ему вручили главный приз, включая от нового автомобиля Лада Гранта. В рекламе каких-то слов не нуждается. Там, как вот здесь говорили, что не из страниц, а то там цитаты. Из каждой страницы можно брать уроки. Просто и такая, на насущную тему тоже, особенно на сегодняшний день. Когда я участвовал первый раз, второй раз, я, можно сказать, просто читал книгу. Читал, пытался там запоминать и так далее. Ну, все равно пользу получаешь, в любом случае. Даже просто ты прочитал, ты все равно остается у тебя в памяти, все, что именно тебе нужно. Но, чтобы победить в таком конкурсе, нужно уже более серьезный подход. Там нужна какая-то методика. Вот на третий раз я это уже понял. Просто месяц, я сказал, месяц, да. Месяц буквально я готовился. Чтобы на такие вопросы отвечать, там нужно было, на самом деле, чтобы эта книга у тебя как фотография перед глазами была. Поэтому, ну, Алхамдоле Всевышний памятью не обделил. Зрительная память тоже нормальная. Но я что делал? Ну, поделюсь секретом, да? Просто все эти аяты, суры, номера, все я выписал отдельные листы. Тем более все суры, допустим, Аль-Бакара отдельно, Аль-Исра отдельно. Вот так я легче запоминал. А вот участники конкурса, занявшие второе и третье место, получили от организаторов 200 и 100 тысяч рублей. Также организаторы провели жеребьевку трех путевок на Малых Адж-Умра. Подвели в конце итоги по конным скачкам, призовой фонд которых составлял 200 тысяч рублей. За первое место в скачках на призы Муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Фандии и призом в размере 100 тысяч рублей награждается Насурлаев Гайербек Унцукуль. Аллаху Акбар! Торжественное мероприятие завершилось коллективной молитвой. Организатором образовательного конкурса республиканского Маджри Салимов выступил Муфтия Дагестана совместно с молодежью Чарядинского района при поддержке местной администрации. На рынке стройматериалов складывается необычная ситуация. Взрывной рост цен остановился, но часть товаров ждет отложенное повышение. Однако выход есть. А все детали в сюжете наших корреспондентов. Сколько стоит? Сегодня, наверное, самый популярный вопрос горожан. Цены на различные позиции меняются чуть ли не каждый день. Не исключение товара для строительства и ремонта. Дорожает практически все, от арматуры до обоев. Начало года ценник на стройматериалы вырос почти на 20%. А средняя себестоимость ремонта увеличилась на 11%. Это согласно официальным данным. Из-за дороговизны товаров и услуг многим пришлось отложить ремонт. Планировали еще в прошлом году завершить. Собрали некую сумму и в итоге все подорожало. И теперь нам приходится ремонт чуть ли не в два раза дороже. Мы купим, купим определенную сумму, чтобы определенную работу сделать. В итоге за эту сумму ничего уже не купишь. Каждый день все дорожает и дорожает. О резком росте стоимости строительных материалов дагестанцы начали говорить еще в прошлом году. Подорожало абсолютно все, но в разной мере. Скачок на некоторые позиции достигает до 130%. Ценники порой актуальны всего на пару недель, жалуются бизнесмены. Менять приз-курант приходится едва ли не с каждой поставкой. Каждый месяц почти что поднимается до цены. Они поднимают заводы, где мы покупаем, поднимают, чтобы не было. А мы тоже поднимаем. А теленки, которые приходят, у нас покупают. Ох, недавно вы так продавали. Почему вы так продавали? Я говорю, мы же свой процент, мизерный процент вставляем. Как продаем, так и до сих пор продаем. Все вот так и делаем. Все заводы, которые выпускают кабельные продукты, цветной, металл, вот это хозяйственные товары, все поднимают. И связано с поднятием доллара. Эксперты говорят, Росцен на ремонт жилья продолжится. Прогнозы аналитиков пока неутешительны. Поэтому лидер «Климат» предлагает акцию – оформить услуги в рассрочку без переплат по действующей цене и не откладывать ремонт в долгий ящик. Близится холода, поэтому одной из актуальных работ является установка отопительной системы. Многие заказчики, кто приобретает и отопление, и кондиционер, и так далее, многим заказчикам бывает накладно зачастую оплатить сумму сразу. Или же заказчики, наоборот, копят сумму, чтобы провести себе отопительную систему и так далее. Мы запускаем акцию на три месяца до полумиллиона без переплат. Такое преимущество – это то, что если заказчик, грубо говоря, собирает сумму, а стройматериалы всегда в цене растут, и не зачастую он может полностью собрать. А когда он берет рассрочку, соответственно, на три месяца, у него эта сумма фиксируется, и, соответственно, он оплачивает просто частично ту сумму, которую он изначально обговорил с нами. Монтаж отопительной системы под ключ включает в себя проектирование, подбор и установку оборудования, прокладку трубопроводов, радиаторов и терморегуляторов. Также запуск и проверка работоспособности системы. Все работы выполняются профессиональными специалистами в соответствии с требованиями и нормами безопасности. У нас непосредственно после запуска, после пройденного времени, год-два, у нас есть сервисная служба, которая занимается обслуживанием котлов, промывкой радиаторов. С ценами мы стараемся сдерживать цены. И пока не наступили холода, было бы для самого клиента тоже удобно, потому что во время холодов уже и нагрузка будет большая. Акция проводится совместно с компанией «Аманат». Рассрочка представляется по принципам и нормам ислама. Обратиться за услугой можно по адресу Ирчи Казака 67 и по номеру, который вы видите на своих экранах. Батимат Ханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Махачкаринская «Динамо» вышла в лидеры первой лиги. В матче 12-го тура клуб из Дагестана нанес поражение Енисею. Встреча в Красноярске закончилась со счетом 1-0 в пользу команды Курбана Бердыева. Единственный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену форвард Сердыр Сердыров. После этой игры «Динамо» вышла на первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 24 очка. Ближайший преследователь «Алани» имеет 23 очка и матч в запасе. «Сложная игра, мы предполагали, что она таковой будет. Енисея достаточно организованная команда, играющая в комбинационный футбол. Тянется в ней победа, очень важная победа». Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok